Вот, Виктор. Вы зачем здесь собрались, Виктор? Нам интересно, что это за мероприятие, почему оно по пропускам, почему оно закрытое, почему не пускают прессу. И люди хотят знать правду, это очередной лохотрон или это на самом деле серьезная эфира. Мы пока этого не знаем. Мне позвонили? Я вам не звонил. В вашей компании позвонил? У вас что, содержит какую-то коммерческую тайну? Естественно. То есть сейчас, если я любого, кто заходит сюда на мероприятие, узнаю, что вы неограниченному кругу лиц это объявление сделали, то это перестает быть коммерческой тайной вашей. Понимаете? Нет, не понимаю. Почему? Почему я должен, не знаю, слушать это. В смысле вы не должны? Вы создаете массовые мероприятия. Скажите, пожалуйста, вы прессу не пускаете. Почему? Что должен пускать прессу? Пожалуйста, смотрите. Какие вопросы ко мне? А почему я вас должен пускать? Есть закон о прессе. Она сейчас на мероприятии. Содержащая коммерческую тайну. Я к вам домой не пришел. Вот если вы будете взять дома проводить, это будет часто. Я арендовал зал. Правильно? Вот именно. То есть вы придете ко мне в арендовый зал и будете делать то, что вы хотите? Правильно я понимаю? Я правильно вас понимаю? Конечно. То есть я арендовал зал, вы придете ко мне и будете фотографировать? Нет, если у вас содержат персональные данные, либо коммерческие мероприятия, мы не можем к вам попасть. Я вам еще раз спросил и объяснил. Если у вас к мероприятию, отношаешься к неограниченному кругу лиц, как вы и сделали, вы вчера обзвонили полгорода. С чего вы взяли, что ли? Обзвонил полгорода. То есть я сейчас любого человека встречаю, который говорит, что идет к вам на мероприятие, и он мне говорит, что ему позвонили просто, и он до этого не был на мероприятии. Давайте спросим, а я могу другого любого человека спросить, вам звонили вчера, или если вам скажут... Нет, с человеком, который зайдет сюда. Или вы его тоже не пустите без камеры, человек. Почему? Нет, вы пустите или не пустите? У каждого человека в телефоне есть камера. Вы пустите человека, который придет сейчас на ваше мероприятие, любого, которому вы позвонили. То есть у вас по пропускам вход? Или как? Это частное мероприятие, правильно? То есть у вас находятся только сотрудники фирмы здесь? Нет. А кто? Неограниченный круг лиц? Или как? Кто у вас находится здесь? Люди. Обычные. Обычные. Которым вы как собрали? Обзвонили. Я правильно? Я никого не обзванивал. Вы меня не слышите, что ли? Как кто обзвонил? Представители вашей фирмы? Наверное. Ну, то есть вы не отрицаете факт, что у вас мероприятие относятся к неограниченным круг лицам, которое не содержит коммерческую тайну. Здесь частное мероприятие. Как оно может быть частным, если вы неограниченному кругу лиц обращаетесь? Объясните, пожалуйста. Кому неограниченному? Кто на вашем мероприятии присутствует? Сотрудники, я еще раз вопрос. И люди. Обычные. Которых пригласили, да. Которых пригласили. Меня тоже пригласили. Мне вчера позвонили. А как вы должны видеть? Вам должно прийти приглашение. Не должно. Вы вчера звонили просто по телефону. Не могал. Вам должно было прийти приглашение. По почте или как? По почте. Откуда почта должна? По почте, хорошо. Откуда почта? Да. Из почты России. Откуда может быть почта? То есть у вас мероприятие ограниченное по пропускам и приглашение? Правильно я понимаю? Хорошо. Люди должны знать. Вам есть что-то скрывать? Я еще раз говорю. Почему московские фирмы инкогнито приезжают сюда? Я еще раз говорю. Это частное мероприятие. Частное мероприятие. Частное мероприятие. Вы на нее приглашили? Я нет. Мне звонили. У меня делегировал приглашение. У вас есть приглашение? Нет. Мне все разговаривают. Сказать я тоже могу, что мне звонили. И все. Очень хорошо. Хорошая позиция у вас. Вам должно было приглашение. Мы с вами еще пообщаемся. Спасибо. Приглашение было? Нет. Не было. Вы сейчас врете в глаза. Понимаете? Может быть такого. Может такой быть. То есть два человека подтверждает, а вы нет. А вы чем осуществляете торговля? Торговля у вас чем осуществляется? Вы? Я выращиваю частное мероприятие. Вы это не понимаете. Что сегодня за мероприятие проводит ваша организация? Наша организация в вашем городе презентует товар, реализуемый нашей компанией. Это посуда кухонная, значит, европейских фирмопроизводителей. На сегодняшней презентации конкретно презентуется непосредственно ряд комплектов со скидочной стоимостью, которые можно по итогам презентации в случае удовлетворения потребностей и желаемости можно приобрести как за наличный расчет, так и без наличный расчет, на что у нас имеются соответствующие документации, приходные кассовые ордера, а также кассовые аппараты. Граждане говорят, что производился обзвон жителей Балакова. А как вот осуществляется механика попасть на мероприятие? Механика работает телефон, значит, так называемый холл-центр горячей линии, который приглашает граждан того или иного региона, потому что мы работаем не только конкретно в Саратовской области, мы работаем по всей территории Российской Федерации. В результате прозвона элементарно просто спрашивается круг друзей, которые, возможно, тоже захотели бы прийти, и их номера телефона. При этом мы не используем какие-то персональные данные, просто берем имя и номер телефона, который гражданин озвучивает нам на тот же холл-центр.